приветствую вас друзья с вами Виталий продолжим исследование о ментальности индивидуальности и личности и в разрезе сегодня будет несколько тем красная линия по этой теме будет идти заявленная в предыдущих маленьком видеоролике акцент был поставлен на подростковую беременность такую тема была и сегодня будет несколько акцентов поставлено по поводу того откуда мы взяли это табуирование как откуда оно пришло да что это такое и поможем друг другу кое-что увидеть интересное в этом в этом аспекте потому что табуирование у нас было здесь написано и изобразим нашу какую-то там пирамиду такую пирамиду изобразим я ее изображу сам смотрите пирамида личностного роста мы можем ее откуда она взялась табуирование в этой пирамиде то есть мы говорили о том что есть такие понятия как нельзя запрещено там и так далее понятия какой-то жизни да и закон там какой-то существует да так вот интересно в чем смысл смотрите при этой пирамиде личностного роста вся пирамида держится на не на законах материального мира не на законах природы а на внутренних законах личности да и это пирамида как бы у нас такие слова есть выражение различные там нас люди люди решают все кадре решают все там наши люди наши золото наши ценности тогда то есть акцент все время ставится на ударение ставится на на личные качества людей таким образом мы понимаем что эта пирамида можете посмотреть эту иерархию пирамиды в интернете и много этой пирамиды значит внизу здесь находится помните про слонов история слоны находится внизу условно далее там находится крестьяне рабочие там чиновники интеллигенция интеллектуала военные чиновники тогда ли рахи такая общественной личности да смотрите и вверху в самом верху что есть на самом верху помните есть олимп так называемый олимп божественно который держится на чем вот здесь атланты атланты держит олимп на котором находится некая уже божественная личность да божественная личность которая современном обществе как-то как-то отразилась до современном обществе и смотрите когда вот здесь все держится на атлантах да то есть у них какие то есть исключительные качества да какие то откуда не взялись им божественная личность передается какие-то качества чтобы они держали этот олимп на своих плечах и вот эта концепция то есть это восприятие вот такая только она перемещается вниз правильно то есть передаются качество чтобы этот олимп держался от пирамида существовала эти качества должны передаваться и сохраняться в люди люди здесь люди таким образом качество людей становится превыше превыше закон да какого-то природы или материи да и материальным и создаются некие другие критерии которые передаются через допустим атланты они находятся в неподвижном состоянии да помните эти статуи да так они так стоят там держит это самое этот олимп на и дальше и дальше и так далее то есть любое тело движение любое тело движение дестабилизирует пирамиду правильно дестабилизирует то есть люди должны держаться все друг за дружку мы говорим да крепко крепко держаться друг за друга у нас такая вот это все идет отсюда то есть здесь такая пирамида личностного роста соответственно для того чтобы пирамида держалась и создается табуирование чтобы передавать качество сверху вниз и снизу вверх и это все держалось в качественном состоянии и ценность создается такая качество создается и так далее поэтому табуирование вместо законов природы здесь будет и мы в настоящий момент мы такие отказались от этого от этой концепции это 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 какие-то там до какого-то времени да века там прошли это столетие тысячелетия назад то есть было а сейчас этого нет то есть как бы мы признаем себе говорим что у нас никого олимпа нет никакого олимпа вот какая-то усеченная такая пирамида и в этом проблема то есть как бы божественную личность отделили от пирамиды правильно и соответственно образовались там различные такие самые какие вы знаем в культурах концепция передачи каких-то божественных характеристик качеств сюда внизу пирамиде через табуирование нельзя это нельзя это запрещается это и так далее что не запрещено нас горит кто разрешено правильно то есть никто не никто не обращается к закону природы к закону материи самое большее что мы можем об этом сказать наша задача к я мы здесь были слоны то есть была твердыня к это то есть мы ощущаем твердыню под собой твердыню и мы говорим земля матушка да вот тут это наши то есть основание некое основание к твердыню создается для этого дела дальше что друзья смотрите это все раз было но мы говорим о табуирование что это якобы какой-то традиционная какой-то дно а такой налет отсталости койда когда мы смотрим в сторону запада и говорим вот там прогрессивное общество где-то там на другом континенте в северной америки вот там другое общество у них нет табуирования они более прогрессивные они современные они они более цивилизованные и говорит такая концепция существует о том что есть некий золотой триллион и миллиард золотой какой-то людей которые условно говоря паразитируют паразитируют да вот на этих на этой пирамиде где-то тут сверху находится они паразитируют на этой пирамиде но нет ребят там другой там другая ситуация смотрите я сейчас покажу вы ведь поняли да эту концепцию уловили мысль смотрите дальше теперь мы рисуем здесь а здесь пирамиды нет то есть никаких табуирования нет соответственно здесь индивидуальность индивидуальность не передает другой индивидуальности никаких своих качеств по самому по само определение я индивидуальность я не единственный неповторимый и тому подобное поэтому Передать кому-то Передать как вот здесь передается да мы не можем видеть вот когда мы как индивидуальности вот в этом все верыduальность все равно есть соответственно если вы ничего передать не можете друг другу передать то есть нету никакой сплоченности, нет никакого коллектива, нет и так далее. Там образуется как команда образования, но мы об этом можем попозже сказать, но сейчас другой у нас вопрос. Смотрите, если мы вот так линию проведем, то как бы они тут должны, какое-то у них равенство существует, отсутствие законов, табуирование общественного такого нет никого, как же они могут, как же они будут, куда же они будут двигаться, если они вверх не поднимаются, вверх не поднимаются, они не могут подняться, потому что они индивидуальности, но какая-то там существует все равно, мы же видим какой-то рост, развитие, мы же говорим вот там современные, вот там цивилизованные, и яркая такая вещь, которая нам всем в глаза бьется, на что это походит. Небоскребы, небоскребы, я маленький такой, небоскребы. Смотрите, у них существует такая пирамида, но она направлена не вверх, она направлена вот сюда, вниз пирамида у них идет, вот эта пирамида вниз, то есть, у них твердыни нету под ногами никакой твердыни, у них есть вот такая воронка, о которой многие говорят в нашем маркетинге, они рассказывают сами вот эти технологии западного маркетинга, вот про эту воронку не рассказывают, вот сюда ее хотят перенести, ничего не получается. У них вот такая воронка существует, вот такая, у них ступени идут вниз, вот так ступени идут вниз, индивидуальность направлена на себя, внутрь себя направлена, вот это акцент, смотрите. Теперь, чтобы вниз построить ступени, вниз построить ступени, вам необходимо одному, вы не сможете один построить ступени вниз, чтобы спуститься, соответственно, вам нужно собрать команду какую-то, и эта команда начинает строить ступени, какое-то мастерство, проявлять свои навыки какие-то и так далее, то есть, начинает страница одной ступени, то второй ступени, и вот для этого-то необходимо знание, доказательство называется-то. Вот здесь существует доказательство, здесь нужно доказать закон. Концепция здесь, доказательство закона, вы не можете опуститься внутрь самого себя, используя инструмент своей личности, свои качества, личности, вы не можете их применить к материальному миру, для этого вам нужно доказать закон. Материальный, который выражается в различных, как геометрия, физика, математика, не суть, суть в том, что вы должны как-то пробраться, прокопать эту воронку, получается. Так вот, когда вы движетесь в эту воронку-то, вы достигаете дна. И тут тема будет какая у нас, вот здесь тема. Где эти небоскребы стоят в городах? Они стоят в так называемых даунтаунах. Вот даунтаун, там есть такая, понятие о том, что даунтаун образовался в нижнем течении какой-то реки, и поэтому даун – это нижнее течение реки, и поэтому там образовался какой-то центр города, его называли дауном и так далее. На самом деле нет. Даунтаун образуется вот он. Вот отсюда строится пирамида, и из нижней точки вверх поднимается даунтаун. Вот эти небоскребы, которые вы видите глазами. Вы видите, думаете, откуда, зачем, почему, какая мотивация строить такие огромные здания. Правильно? Ну какая? Вот мотивация. То есть они воспринимают вот эту конструкцию-то пирамиду как пирамиду внутреннюю, вот эту небоскреб – это внутренняя пирамида. Даунтаун, нижний, нижний город, вот здесь находится у них, вот в этой воронке, вот здесь у них лучшая жизнь находится, в вашей индивидуальности, то есть индивидуальное развитие движется в них внутрь, и для движения внутрь необходимо знать материальные законы. законы природы соблюдать и так далее. То есть при вот этом движении внутрь-то, вот они опускаются, по своим ступенечкам туда и опускаются, и кто опуститься может туда вниз? Видите? На самое дно, кто может опуститься? Сами подумайте, кто может опуститься. Вот индивидуальность, индивидуальность, индивидуальность. Вот вас команду собрали. Из этой команды появляется лидер. Лидера вы очень легко отличите можете. То есть вы когда видите американцев, допустим, или французов, или кого-то еще там видите, многие люди одеты неряшливо, не без вкуса, совершенно как в тапочках вышел, так и пошел на работу. Есть такие всякие разные видеоролики, которые показывают, над этим смеются, что разные поколения людей все больше, больше пренебрежения относятся к такому, то есть все больше опускаются на дно, где уже отсутствует какая-то иерархия. Улавливайте. То есть здесь тем больше, глубже общество уходит на дно, внутрь, материю, природу, оно соблюдает материальные, природные законы в основе общества для движения внутрь. И соответственно, и чтобы подняться вверх, видите, подняться отсюда вверх, это называется социальный рифт, вот здесь называется у нас, а концепция ведет отсюда. Отсюда ведет концепция об этой воронке, о социальном рифте, который якобы вот здесь вы можете подняться, здесь вы не можете подняться никак. То есть любое тело движения здесь разрушает структуру пирамиды. Социальный рифт существует здесь. Вот. Вы должны опуститься на дно полностью, и тогда со дна вас вот эта воронка-то и выталкивает сюда. И нарисован этот Манхэттен, там красивые небоскребы, и в любом городе имеются эти небоскребы. И люди говорят, почему это даунтаун, там людей нет. То есть приезжают даунтаун, как в центр города, а людей нет, там бомжи, там дно. Вот это дно там. То есть это воронка, это пирамида внутренняя, которая опускается вниз. И, соответственно, здесь законы природы и законы материального мира вы должны доказать. Правильно? Чтобы опуститься вниз и в этот внутренний. Соответственно, смотрите, когда мы говорили с вами о подростковой беременности, она на самом деле и здесь и здесь одинаковая. То есть по количеству, по количеству на тысячу жителей и так далее, примерно одинаковая. И здесь и здесь. Но здесь существует табуирование. То есть любое телодвижение, любой не вовремя рождённый ребенок, не вовремя и так далее. То есть все должны быть делать вовремя у нас, по нашим традициям. Вовремя выйти замуж, вовремя жениться, вовремя родить ребенка. И все время мы говорим о таком понятии, как вовремя. То есть на этом каждом уровне имеется определенное время, на котором определенный ресурс имеется для совершения действий каких-то и так далее. И соответственно, если бы раньше, моложе, рождали бы дети, то какое-то телодвижение было бы. То есть и здесь табуирование существует. Соответственно, запрещается негласно, негласно запрещается подросткам беременность реализовывать. То есть здесь, соответственно, подростки с родителями решают эту проблему медицинскими и хирургическими путями. И затем молодые девушки, травмированные, женщины в молодости, травмированные. Потом мы развиваем тут медицину соответствующую социальную направленность. То есть схоронение материнства, центры со схоронением материнства и так далее. Сохранение детей и так далее. И так далее. То есть последствия травмирования здесь подростковой беременностью, последствия травмирования, потом мы их как бы дорого-дорого залечиваем и как бы пытаемся восстановить, не нарушая телодвижениями, структуру пирамиды. Понимаете? Важно. А здесь, наоборот, у вас превалируют доказательства закона природы. То есть закон природы говорит о том, что половозрелая девушка уже может беременеть в 13-14 лет и, соответственно, рожать здоровых молодых поколений. Да? Это нормально? Нормально. И, соответственно, здесь общество откликается на природу и на материальный, ну, естественный закон. Правильно? Чтобы количество, то есть в Нью-Йорке там в прошлом веке, да, в 20-м веке, да, школы открываются, там много школ открываются для беременных школьниц, да. Никто их не гонит, ну, то есть, ну, тем более денег еще стоит, да, решение таких проблем. То есть, наоборот, общество, и сейчас общество, нет табуирования. То есть, это как бы на примере вот этой подростковой беременности, яркий такой пример, мы можем видеть, что люди следуют законам природы, законам мира, которые легко доказываются, легко, без усилий доказываются закон, да. То есть, это понятно, что вот он, естественно сдерживать, сдерживать здесь, это как бы против природы, да, идет, то есть, природа биологическая заложена, природа в женщин, да, когда начать рожать детей. Будьте добры, это вроде следует, да. Здесь закон этот такой соблюдается, и он соблюдается как естественное состояние человека, как естественное состояние индивидуальности. И чем больше таких законов, которые легко и просто доказываются, тем глубже общество, эта команда такая, может такую воронку построить. И мы видим, как растут эти небоскребы, да. Выше, 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 выше. То есть, люди туда на работу приходят, которые там работают, в этих офисах, в этих зданиях. Они имеют такое маленькое смещенное сознание. Смещенное сознание, потому что их восприятие пространства другое. То есть, они не видят себя как бы, вот как вот здесь вот. Когда там какой-то город построил, небоскреб, и все такие на него залазят, там, вау, вау, такие восторги. Эмоциональные восторги. Здесь нет восторга никакого. Наоборот, у людей возникает диссонанс, да, диссонанс. То есть, человек стремится к равенству, к равенству. Так, друзья, лидер. И американцы, когда я говорил вам, почему они так одеваются, американцы, да. Потому что в бане вы все равны, правильно, в бане все равны, никто не хочет сюда опуститься на дно. Ну, это же очевидно, да, вы же видите, что на дне там эти все эти бомжи, наркоманы и асоциальные элементы находятся, и они видят, что эти люди находятся. И лидер-то опускается вот сюда. Правильно? Как вы, поэтому, как только американец или там европейец какой-то как-то оделся, ну, то есть, внешне оделся, одел на какую-то себя личность, показал свои личные качества в общество, и выделился из общества, стал белой вороной, да. Ну, то есть, мы знаем политические, там, вот такие аспекты, когда видим политических лидеров, то они, соответственно, показывают свои личные качества, как через одежду, через внешний образ. Соответственно, как только в команде вы придете, касаемо американской ментальности, если вы придете в команду, когда одетый, как там, ну, вы говорите, модно, современно, у меня есть куст, там, я вот спортивный, я вот такой-такой, то автоматически вы в сознании отражаетесь как лидер, потенциальный лидер. А потенциальный лидер – это его место где? Его место на дне. Вот его место. То есть, его место опустить вот туда вниз, опустить вниз на дно, он будет первым идти по этим ступеням, на каждую ступень опускаться вниз. То есть, команда будет его опускать вниз, на эту ступеньку, и он будет отсюда подниматься потом по социальным листу, как лидер. Вот это, то есть, такая у нас с вами сегодня лекция. Спасибо вам за внимание.